За прошедшие сутки на театре военных действий произошли следующие изменения. На Харьковском направлении идут бои по линии фронта. Союзные войска оставили село Перемогу. ВСУ продолжает насыщать линию обороны иностранными наемниками и расчетами ГРАДА. После пленения двух американских наемников под Избитским, президент США Джо Байден настоятельно порекомендовал американским гражданам не участвовать в боевых действиях на Украине. Белгородская область была обстреляна 7 раз за минувший день. Подобных по интенсивности обстрелов региона никогда не было за все время специальной военной операции. В районе села Песочин ракетным ударом был уничтожен штаб нацполка АЗОВ. По железнодорожным путям Волчанск-Купянск-Студионок доставляется военная техника на Славянск. На Изюмском направлении украинские диверсионно-разведывательные группы пытаются всеми силами помешать российским войскам наступлению на Донбассе. Продолжаются артиллерийские удары с обеих сторон. Ракетный удар российская армия нанесла подскопление украинской техники и личного состава в Первомайском, которые должны были быть задействованы для поддержки наступления на Балаклею. У Мазановки был сбит украинский СУ-25. РСЗО «Ураган» группировки О пакетами демилитаризует позиции ВСУ на Славянском направлении. Возле Лисичанска замечены украинские военно-транспортные вертолеты. Для стратегического города продолжается пополнение силами специальных операций наемников. Вокруг Северодонецка усиленно сжимается кольцо. С северо-западной стороны союзные войска прорвали оборону ВСУ. Физический котел пока не замкнут. У ВСУ осталась возможность выйти из окружения через юго-западную часть завода «Азот». Союзные войска выбили ВСУ из Воронова. Украинская группировка пока что держится за Боровское. ВСУ «Угорского» и «Золотого» решили обороняться до конца. Оставаясь в окружении, покидать населенные пункты не собираются. На Донецком направлении в район Кадемы направлено подкрепление ВСУ с целью удержания канала Кадема «Углегорская ТЭЦ» для снабжения украинской группировки, которая все еще удерживает Новолуганскую и Углегорскую ТЭЦ. По Донецку продолжаются бесконечные артиллерийские удары. На этот раз больше всего подверглись дома в Киевском и Ленинском районах. На Николаевско-Херсонском направлении в результате российских ракетных ударов выведены строя Центр управления беспилотниками на аэродроме Кульбакина. В Николаеве уничтожено шесть реактивных систем залпового огня типа «Берест». Два украинских Су-25 работали по российским позициям в районе Снегиревки. Украинские подразделения, ввиду многократного численного превосходства, продвинулись в сторону Николаева, заняв посад Попровская и Дадя до Гиселева, который находится в 16 километрах от самого Херсона. В районе острова Змеины ВСУ поразили российский буксир «Василий Бех» с двумя американскими противокорабельными ракетами «Гарпун». Среди экипажа есть погибшие и раненые. Судно осталось на плаву и было взято на буксир. Еще есть версия, что буксир был поражен британскими ракетами «Бримстоун». Со стороны Украины было обстреляно приграничное село Гордеевка Курской области. Ответным огнем российских пограничников огневая точка противника была подавлена. Пострадавших нет. Ответным огнем. Продолжение следует...